Здравствуйте, друзья! Обнаружил я статью интересную в газете Сакраменто Би, так сказать, «Сакраментовская пчёлка». А Сакраменто – это город, что на Калифорнийщине, столица штата Калифорния. И там произошла история. История состоит в том, что бездомные расположились лагерем на берегу речки, тамошний, называется «Американ Ривер». И лагерем таким расположились. И вот эта женщина там в лагере, у неё палаточка своя была. Вообще у неё автомобиль. Она как бы живёт в автомобиле. Но тем не менее. Она ночует, у неё там палатка. Она три месяца там жила и, в общем, обустроилась как-то. Обустроилась у неё, там был такой электрогенератор, который из бензина перегоняет в электроэнергию. У неё был душик портативный, кровать она себя завела. Ну, в общем, человек жил комфортно, никого не трогал. А вот на картинке, которую вы видите, это, значит, во время пандемии полиция в самом, вот, можно сказать, под сити-холлом, да, в самом таком месте. Вот они там на ночь располагаются, а полиция приходит в 7 утра. Понимаете, вот тут написано даже, вот внизу, значит, это около 7 утра, вот тут, да, написано около 7 утра, четверг, 2 апреля 2020 года. Вы представьте себе, что такое 2 апреля 2020 года. Это уже с, там, середины марта уже весь штат на особом положении, там, в связи с пандемией. Это вот спустя, значит, там почти месяц, вот они там так. Ну, и полиция их гоняет. То есть, так они, может, и не гоняли бы, я затрудняюсь сказать, но гоняют. И вот, что произошло, значит, нашелся адвокат, добрый человек, и мы сейчас узнаем этот адвокат, что он там сделал. Значит, что получилось? Она потеряла много барахлишек всякого, включая какие-то у нее там были фальшивые зубы, есть что такое фальшивые зубы, и материнское, значит, кольцо обручальное. Там получилось так, что когда полиция пришла их разгонять, им сказали, ребята, у тебя есть 5 минут, чтобы свернуться отсюда. Но она, поскольку была не в себе и как-то, в общем, я не знаю что, кое-чего вот не смогла взять. Там машина у нее стояла, она должна была бы туда как-то перегрузиться в эту машину, но вот, в общем, не получилось у нее. И достигли settlement. Settlement это не когда суд решает, это когда стороны договариваются. Стороны, то есть город Сакраменто, это ему принадлежит полиция, город отвечает за полицейский базар, значит, вот на 15 тысяч долларов они сторговались. Значит, теперь, вот женщина, ее зовут Эвелин, вот это вот, Эвелин Алфред. Тут где-то есть ее картиночка такая, чтобы вам было видно, сейчас я покажу. Есть где-то, вот она. Вот эта женщина, ей 59 лет, вот написано, видите, Эвелин Алфред, 59 лет. Она жила в своей машине, тут написано 2 месяца, там по тексту написано было 3. И вот это вот 9 апреля, вот вы видите, 20-го года в Сакраменто. Она судит Ситио в Сакраменто и полицию после того, как ей дали всего 5 минут, чтобы собраться со своими манатками. Ну и сейчас тут где-то было, до чего они там договорились. Договорились они до суммы, вот, значит, из этих 15 тысяч, 6500 получила она за потерю, так сказать, своего барахлишка. Хотя трудно себе представить даже, чтобы это стоило таких денег. Ну вот, короче, это ей дали. А остаток этой суммы, это, значит, получил адвокат. Из 15 тысяч, 8500 получил адвокат. Адвокат говорит, что он вообще планирует гораздо больше, вот этот самый Мерин, вот эта фамилия адвоката, что он планирует гораздо больший иск, чтобы включить других людей, которые там на бережку были, которые тоже там, наверное, что-то потеряли. Хотя, знаете, уже времени прилично прошло, но тем не менее. Так что, да, что еще сказать, что город оправдывается. Он говорит, действительно, говорит, нехорошо получилось, но, говорят они, это было давно, с тех пор мы исправились, мы стали гораздо лучше себя вести. Мы теперь заранее приходим в такие места, где надо там прочистку сделать, зачистку, да, такую. Вот, и мы приходим заранее, и я пытаюсь это место здесь там увидеть, где-то я сначала прочел, потом вам. Так. Вот она говорит, это городской, атерния, ну, как бы, прокурор городской. Он говорит, что этот кейс возник в январе 20-го, говорит она, почему 20-го, черт его знает, ну, почему-то 20-го. Значит, видимо, еще до этих всех дел. И вот эта миссис Алфред говорит, что, значит, она потеряла там свою барахлишко и не получила предварительного, значит, извещения от города. И с тех пор, говорят они, не только мы изменили наш протокол в результате пандемических, так сказать, факторов, но также мы создали департамент специальный в городе, департамент по, так сказать, ну, можно сказать, по связи с общественностью. Так я грубо так переведу. Ну, и что под руководством вот какой-то там женщины этот департамент, значит, сотрудники, они предпринимают множественные, многочисленные, значит, попытки, чтобы достучаться до таких замечательных людей, как вот эта вот женщина, задолго до того, чтобы их вычищать, откуда-то зачищать вот эти территории. Вот. Ну, в общем, такая вот занятная история. То есть они очень сожалеют и делают все, чтобы такого безобразия больше их полицейские не допускали. Друзья, вот такая история. Счастливо! Продолжение следует...